В эфире телеканала TV.com вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Анастасия Цыганкова. Здравствуйте. Коротко о том, что мы покажем сегодня. В стройотряд «Бы я пошел» в столице Приангария. Ремонт здания полностью доверили студентам. Портреты в стиле граффити на здании ЗабГУ появилось изображение забайкальского путешественника. С пользой для экологии в Улан-Бадре пройдет форум по снижению уровня загрязнения воздуха. Железнодорожный коридор. Представители семи стран обсудили план грузоперевозок из Китая в Европу. Маркетинг по-сибирски. Конференция для специалистов сферы прошла в Иркутске. 20 профессионалов с мировым именем поделились своим опытом с руководителями предприятий Иркутской области. Первые лекции прослушала и наша съемочная группа. Александр Левитас сравнивает функционирование бизнеса с жизнью главного персонажа из романа «Остров сокровищ». Такой будет работать успешно, но не в полную силу. Обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» открывает своим выступлением конференцию «Делаем сибирский маркетинг вместе». Более 15 лет Александр Левитас проводит обучающие тренинги. Моя задача на этой конференции, я выступаю сегодня и завтра, это дать предпринимателям набор инструментов малобюджетного маркетинга, который позволит им привлекать больше клиентов, удерживать больше клиентов, делать клиентам больше продаж без увеличения расходов на рекламу. Так выглядит основа партизанского маркетинга. Направление для России новое, поэтому информации о нем зачастую не хватает предпринимателям. Знакомит с ним Александр Левитас в формате презентации. А вот иркутские специалисты предлагают подружиться в форме игры. По мнению директора маркетингового центра Максима Дигаса, рекламу нужно делать не только с точки зрения креатива, но и тщательно анализировать каждый шаг. Опробовать метод иркутяне предлагают в необычном формате. Не стандартный доклад, мы никакую лекцию не читаем. Мы придумали такого формата интерактивную игру, что ли, с элементами фасилитации и мозгового штурма, когда маркетологи, ну то есть все участники конференции объединяются в некоторые подгруппы и решают конкретные маркетинговые задачи. Это делается на примере одной фирмы, чтобы после участники смогли применить модель на своем продукте или услуге. Различные стратегии развития бизнеса также предложат 20 спикеров из России, Израиля и Лондона. Специалисты отмечают, ли Иркутска тема особенно актуальна. Здесь только начинается развитие маркетинга. Делаем сибирский маркетинг вместе. Делаем, это значит не просто слушаем или наблюдаем, взаимодействуем, узнаем новое, создаем принципиально что-то новое в нашем сибирском маркетинге. И превращаем его из интуитивного в совершенно осознанное. Осознанные шаги в маркетинге сделают не только рядовые менеджеры иркутских компаний, но и руководители крупных предприятий. Обучение основам рекламы такого масштаба в Иркутске проходит впервые. И в первый день работы он собрал более ста участников. Здание военно-патриотического центра в Иркутске будет сдано в эксплуатацию через неделю. Все ремонтные работы выполняют студенты из строительных отрядов столицы Приангария. Наш корреспондент побывал на площадке. Подробности в следующем сюжете. Вот так все здание городского центра «Патриот» выглядело до ремонта. С 1996 года дом был фактически заброшен, а сейчас он похож на современный образовательный центр. Второй этаж планируют закончить уже завтра. Практически все работы выполняют бойцы студенческих строя отрядов. Их не допускают только к сложным электротехническим и сантехническим работам. А всему остальному учат старшие товарищи. Бригадир и Ленулем помогает, показывает, как ложить и плитку совать, и плитку показывает, как ложить. Да все полностью. И стены красить, и белить. Все работы, которые и дома пригодятся и хозяйке, и хозяину. Например, студент второго курса кулинарного техникума Максим красит стены. У него уже был опыт работы маляром, поэтому строя отрядовца особым технологиям учить не пришлось. В принципе, колер, банк окраски, все, больше ничего не нужно. Просто смешать, все, ничего сложного. Для людей все-таки такие же люди, как я, здесь будут учиться, поэтому есть определенный смысл в этом. Не для каких-то дяденек важных дел. Чтобы привести здание в порядок, строя отряду пришлось ломать стены и снимать старую отделку. Вот этот объект, он в принципе уникален и по количеству работ вообще, и по видам работ. Люди здесь повзрослели. Повзрослели за два месяца. Повзрослели по-настоящему. Потому что мера ответственности, которую у нас здесь доверил наш мэр, она просто взрослая. Это настоящая взрослая ответственность. Мы здесь на договоре подряда, и поэтому все, что вы здесь видите, мы отвечаем не только, когда мы делаем. Мы сейчас будем отвечать, когда это будет сдано. Ремонт этого здания, а также благоустройство двора в Новоленина – первые проекты, которые студенты выполняют по договору полного подряда. Это значит, что они несут полную ответственность за качество работы. Уникальность ситуации, она не только в городе Иркутске и Иркутской области, а вообще в целом по стране у нас, по России. И на сегодняшний день наши коллеги, студенческий строительный отряд, коллеги по молодежной политике, которые из других регионов, спрашивают у нас, каким образом, как это получилось, как взаимодействие налажено властей, муниципалитета со студенческими строительными отрядами. Полностью здание сдадут в эксплуатацию уже через неделю. В планах администрации и дальше продолжать сотрудничество со стройотрядами. Тем более, что такая работа выгодна и студентам, и городу. Одни получают зарплату и необходимый опыт, а другие – качественно выполненный ремонт. К эфиру «Середины земли» готовы присоединиться мои коллеги из Абайкальского края. Я передаю слово в Читу. Самые интересные новости региона расскажет Татьяна Салихова. Нерчинский музей выиграл грант на восстановление городского парка. Расскажите, в каком конкурсе проект краеведов стал победителем и какова сумма премии. Здравствуйте, Анастасия. Нерчинский краеведческий музей с проектом проведения фестиваля в саду Даурского Версаля стал одним из победителей этапа всероссийского конкурса «Культурная мозаика» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Для реализации проекта 450 тысяч рублей поступят на счет музея, 250 тысяч – на счет Дома культуры. Нерчинска – коллектив, которого организует фестиваль. И к другим темам. Граффити, на котором изображен портрет забайкальского путешественника Гамбажаба Цибикова, появилась на здании ЗАБГУ по адресу Бабушкина 129 в Чите. Акция проходит в рамках уникального проекта Русского географического общества по созданию граффити по мотивам экспедиции великих путешественников на фасадах зданий. В апреле этого года в адрес забайкальского отделения Русского географического общества поступило письмо с предложением присоединиться к проекту вслед за другими городами России. Для участия в акции необходимо выбрать здание, на фасаде которого может быть нанесено изображение размером 2 на 3 метра, договориться с администрацией и найти исполнителя, который создаст дизайн-макет и нанесет уже сам рисунок на стену. Нам предложили в нем участвовать и предложили мотив, что должно быть изображено на граффити, который мы полностью поддержали. То есть здесь изображен Камбажап Цебиков, наш знаменитый земляк, востоковед, путешественник. И вот его портрет сейчас исполнен на торце этого здания. Это здание Забайкальского государственного университета. Вообще номер его бабушки на 129, но торец этого здания выходит в том числе на улицу Чкалова, где мы находимся. И здесь это изображение мы поместили. Хотя подыскивали и другие здания. Может в центре города, ближе к площади, к вокзалу. Многие другие здания не подошли по ряду причин. Где-то могла осыпаться штукатурка, а где-то владельцы учреждений выступили против изменения облика строений. В итоге было выбрано здание госуниверситета, и его руководство пошло навстречу организаторам акции. Место здесь достаточно бойко. Это университет напротив общежития университета. Здесь как раз обучаются и географы, и биологи, и так далее. Ну и самое главное, это пропаганда. Пропаганда знаний, просветительская работа, знания о наших знаменитых земляках, путешественниках. У Сима его действительно получил всемирную известность. Но люди не всегда вот так реагируют на фамилию, облик его. И вот такие изображения, они помогают в просветительской работе. Это несомненно. Но бывает так, что вот мемориальная доска закреплена на здании, и так люди ходят каждый день мимо и не прочитают. А это вот как бы сложно не заметить, и все равно обратят внимание. Чита стала вторым сибирским городом, включившимся в проект. До этого два рисунка, причем один также с Гамбажабом Цибиковым, появились в Улан-Удэ. Как отметил Александр Васильевич Константинов, вполне возможно, что в Чите таким образом в будущем смогут увековечить имена Петра Кропоткина и Ивана Полякова, всемирно известных наших земляков. Татьяна Салихова, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. В эти дни Сочи говорит на десятках языков. Сейчас там проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Россию приехали 30 тысяч представителей из 150 стран. В мероприятиях участвует и делегация Забайкальского края. В последний раз наша страна принимала фестиваль в 1985-м. И для тех забайкальцев, кому посчастливилось побывать тогда в Москве, он стал ярчайшим событием в жизни. Впрочем, немало интересного могут рассказать и те, кто не был на фестивале. Юлия Тимошенко продолжит тему. Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся 70 лет назад в Праге. Москва дважды становилась столицей грандиозного мероприятия. В 1985-м году в столицу СССР отправилась и делегация Читинской области. А еще раньше, в 1957-м, в Москву, кроме основного состава участников, поехали и четыре отряда комсомольцев. В их числе молодой связист, читинец Георгий Иманаков. Домой на память о фестивале он привез шейный платок и коробочку с рисунков ВДНХ. Подарок невесте. Все это теперь хранит его дочь Елена Иманакова, известный в нашем городе искусствовед, коллекционер, автор множества научных статей. Как и все советские дети, она с ранних лет увлекалась коллекционированием, собирала значки и открытки. Сегодня у нее их тысячи. Часть богатейшей коллекции посвящена Всемирным фестивалям молодежи и студентов в Москве. Вот это, скорее всего, плакат. То есть, вот оно что здесь написано? А, это Юрий Васильев. Потому что к фестивалю еще был конкурс плакатов. И вероятнее всего, что какие-то плакаты пошли на открытки. Ну, сто процентов. Вот он, плакатная чувствуется вещь. Уже-то даже вообще разговоров нет. Совершенно спокойно. С 8 марта неожиданно. Ну, то, что с 8 марта, я тоже не ожидала. Вот просто не ожидала. Знаменитая ромашка с пятью разноцветными лепестками, символизирующими континенты, стала официальным символом в 1957-м. Перед началом 12-го фестиваля в Москве был объявлен всесоюзный конкурс. Из более чем 600 вариантов выбрали рисунок московского художника Константина Кузгинова. Этот цветок и стал впоследствии официальным символом фестиваля. Сегодня особенно ценные открытки, датированные 1957-м годом. У Елены их четыре. Тогда их издавали миллионными тиражами, а стоили они 20 копеек. Некоторые фестивальные открытки Елена покупала через интернет. Кое-что дарили друзья. Мы с вами сколько смотрим, сколько раз ромашка используется в разных ипостасях. Сколько вот того же голубя мы видим. И они не повторяются. Чем интересны такие открытки, что они настолько многообразны, насколько безгранична фантазия художника. Были марки, были конверты. Но я никогда не ставила задачу собрать это все. Вот оно попадает мне в руки и попадает. В коллекции Елены есть значки. Эти выпущены в 1985-м в год фестиваля. Их продавали в киосках «Союз печати». Примечательно, каждый значок расписывали тогда вручную. Еще одна гордость коллекции – кукла Катюша, изготовленная ограниченным тиражом на ленинградском фарфоровом заводе. Статуэтку Елена купила случайно в Санкт-Петербурге, поначалу даже не оценив ее истинной ценности. Статуэтку ей продала старушка в подземном переходе. Было это в начале 90-х. Есть в коллекции толстая папка с газетными вырезками и брошюрами о фестивале. Недавно Елена зашла в магазинчик для коллекционеров, чтобы купить значки о Чите. И с удивлением узнала, что абсолютно все скупили ребята – члены забайкальской делегации фестиваля в Сочи. А это значит, что у кого-то дома в Азии, Африке, Америке или Европе появится небольшое изображение сибирского города под названием Чита. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенегин, Середина земли, Забайкальский край. Спасибо, что в эти минуты были с нами. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. Далее в выпуске международной программы «Середина земли» – события Монголии. Наши коллеги из Улан-Батора уже на связи. Лхамас, здравствуйте. Спасибо, Татьяна. Приветствуем зрителя программы «Впряти». Президент Монголии Патулаг и мэр города Улан-Батор-Батболд обсудили способы решения актуальных проблем в монгольской столице. Патулаг отметил, что необходимо сосредоточиться на снижении загрязнений воздуха и реконструкции очистных сооружений. Мер видела три направления по снижению загрязнений атмосферного воздуха. Кроме того, в настоящее время Батболд ведет приговоры о строительстве новых очистных сооружений и об улучшении существующих. Патулаг подчеркнул, что Ламбатор был спроектирован так, чтобы вместить максимум 500 тысяч, и наилучшим решением проблеми при населенности столицы может стать строительство городов-спутников. Президент также упомянул о проекте, который он инициировал, занимая пост министра дорог, транспорта, строительства и городского развития. И добавил, что проекты городов-спутников были разработаны немецкими инженерами. Патулаг попросил меры столицы изучить опыт Куала-Лампура, Сеула и Астаны, которые решили проблему при населенности благодаря переводу государственных организаций университетов и кампусов за пределы города. «В каждом городе есть свои проблемы», – резюмировал президент. «Уламбатор как большая семья, он стал слишком мал, чтобы вместить всех членов большой семьи, живущих в нем», – сказал президент. Согласно данным последней переписи, население у «Ламбатора» составляет 1 миллион 370 тысяч человек. Кроме того, что около 250 тысяч человек, включая бизнесменов и студентов, постоянно ездят туда и обратно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Среди нас земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Нихао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях связан с Китаем. В России много преданных друзей Китая. Заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Евгений Опасов – один из них. Он также известен как сын летчика-добровольца из Советского Союза, который пожертвовал собою в КНР во времена Второй мировой войны. Евгений Опасов прекрасно знает, что пришлось пережить Китаю в течение последних десятилетий и какой ценой страна добилась больших успехов. Об этом в нашем следующем репортаже. Евгений Опасов, как сотрудник общества российско-китайской дружбы, впервые побывал в Китае в 2008-м. Уже тогда он поражался небоскребом и чистым улицам Пекина. Ещё через четыре года он объехал около десяти городов КНР. На этот раз он путешествовал с другой почётной личной миссией, как сын Константина Опасова, представителя отряда лётчиков-добровольцев Советского Союза в Китае, который сбил два японских самолёта. 7 июля 1938 года во время очередного воздушного боя советский отряд уничтожил 10 японских самолётов, но при этом сами русские понесли тяжёлые потери. Константин Опасов успел катапультироваться, однако был убит японской армией. Евгений Константинович отправился в КНР путешествовать по маршруту своего отца-героя, не переставая восхищаться современным Китаем. В 2012 году я сам поехал в Китай по пути моего отца, который, значит, в 1937 году приехал в Китай как лётчик-доброволец. Я проехал восемь городов. Эти города, которые раньше были, представляли глинобитные селения, сейчас совершенно европейского типа, поэтому я восхищён теми, как говорится, достижениями в различных областях культуры и науки, которые, значит, достиг Китай за это время. Быстрый рост Китая зампредседателя общества «Дружбы» связал с руководством Компартии, которая пристально следит за развитием страны во всех сферах. КПК действительно уделяет много внимания изменениям в экономике, науке и культуре. Это непосредственно сказалось на благополучии страны. Евгений Константинович вспомнил один из самых трогательных моментов за время пребывания в Китае. 3 сентября 2015 года в КНР отмечали 70-летие победы китайского народа в войне с японскими агрессорами и 70-летие окончания Второй мировой. На площади Тяньаньмэнь проходил торжественный парад, в котором принимал участие наш герой и ещё 17 советских ветеранов и их родственников. Награду за поддержку китайского народа им вручал лично председатель КНР Си Диньпин. Был такой случай при награждении, и один ветеран уже 95 лет ему было трудно подойти к Си Диньпину для принятия этой награды. И увидев, что какие-то трудности этот ветеран испытывает, председатель Китайской народной республики подошёл к этому ветерану и вручил ему награду. Это было так трогательно, так, как говорится, по-человечески, и все аплодировали этому поступку. Это большой душевный порыв вашего председателя. Очень благодарны мы все ветераны за то внимание, обаяние, которое, значит, у нас вызвал этим поступком. И вообще, председатель КНР вызывает душевное к нему расположение. В заключении интервью Евгений искренне пожелал, чтобы дружба между Россией и Китаем только укреплялась. Впрочем, честные взаимоотношения двух стран действительно проявляются во многих сферах. Во время государственного визита Владимира Путина в Китай в июле этого года руководители двух стран подписали совместное заявление об углублении всестороннего стратегического партнёрства. Лидеры также подписали 30 соглашений на общую сумму 10 миллиардов долларов. Китайско-российские отношения, без сомнений, переживают лучший этап в истории. В китайском городе Чжэнчжоу прошло первое заседание объединённой группы железнодорожного транспортного маршрута между Китаем и Европой. Во встрече приняли участие более 70 представителей ЖД-компаний из семи стран вдоль логистического коридора, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Монголии, Германии и Польши. Участники обсудили рабочий план и проекты грузоперевозок на следующий год, правила участия новых компаний. Без сомнения, эта встреча будет полезна, особенно для торгово-экономического развития стран и регионов вдоль поезда и пути. Мы уверены в серьёзном росте, и белорусская сторона принимает необходимые усилия и меры для того, чтобы способствовать этому росту перевозок. За шесть лет более пяти тысяч поезда на маршруте связали несколько десятков китайских и европейских городов. Нынешнее заседание, уверены участники, будет способствовать углублению международного сотрудничества в сфере железнодорожной логистики. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА